Здравствуйте! Это Енисей и новости в студии Яна Макаренко. Прямо сейчас коротко главная тема выпуска. Схватились за сердце жители Покровки. Получили просто гигантские счета за электричество. Родители где? В Красноярске двое малышей устроили игры на подоконнике 11 этажа. И привет от детей командора Седова, подросшие медвежата. Поздравили Рой Фручей с днём рождения. 60 тысяч, 70 и даже 100 огромные счета за свет пришли жителям Красноярской Покровки. Люди хватаются за сердце и уверяют, за электричество всегда платят исправно и долги не копят. Анастасия Тиль сегодня выясняла, откуда же такие суммы. Пришло письмо, в котором указано, что моя задолженность составляет 68 тысяч 532 рубля. От гигантской суммы в квитанции женщина до сих пор в шоке. Альфия признаётся, последний раз показания за электричество передавала в ноябре прошлого года. Потом заболела, в феврале в доме случился пожар, счётчик сгорел. И три месяца света не было. Проводку починили только весной. Но всё это время по счетам платила исправно. Ежемесячно 500 киловатт у меня приходил счёт по социальной норме, значит, и плюс ещё сверху 50 киловатт. Я оплачивала, никаких задолженностей не было. То есть с них, с их стороны, никаких вопросов не было. И тут вдруг возникает вот такая вот сумма задолженности. По квитанции за 7 месяцев у меня вышло 25 тысяч киловатт. Это нужно по 3-4 тысячи киловатт в месяц тратить, для того, чтобы набрать вот эту вот сумму. Столько электричества за месяц жжёт небольшое предприятие, возмущается Альфия. А в её доме стандартный набор бытовой техники. Холодильник, плита, бойлер. Женщина подсчитала, чтобы набежало такое количество, нужно сутками напролёт держать включёнными все приборы сразу. 60 тысяч, 70, 100. Квитанции с огромными суммами получили и её соседи по улице. Поехала на следующий день разбираться. Приехала туда. Они мне сказали, что как, вы же показания не давали. То есть это у вас набежал долг. Я говорю, в смысле? Вы вот у них как, они каждые полгода там могут, ну или раз в месяц. Раньше снимали вот отсюда. То есть со столба снимали показания. Когда я у них спросила, почему у вас показания со столба, они говорят, у нас система не работала. То есть два года у них не работала система. На каждом столбе по 3-4 таких устройства. Когда их установили, людям объяснили, что данные автоматически поступают в энергосбыт и по ним формируют платежи за электричество. Понадеявшись на чудо техники, жители перестали подавать показания и просто платили по счетам. А теперь боятся, что приборы работают с погрешностью. Нужно как-то эти счетчики на экспертизу, что правдивую они информацию выносят или они с потолка берут вот эти вот все. Чтобы не остаться без света, невольным должникам нужно уже сейчас заплатить половину суммы. Но люди намерены разбираться в ситуации до конца, если понадобится подавать в суд. В энергосбыте пообещали выяснить, откуда жителям набежало столько киловатт и дать ответ в понедельник. Анастасия Тили, Максим Галат, Енисей. Новости. Опасные игры. В Красноярске двое детей едва не выпали из окна 11 этажа. Вот такие кадры сняли жители одной из высоток в Северном. Видно, что ребятишки стоят в оконном проеме, прямо на самом краю. Девочка при этом слегка держится за стену, а мальчик наклоняется вперед. Выяснилось, что рискованную забаву засеяли 6-летний мальчик и его 3-летняя сестра, причем их мать в это время находилась в квартире. В полиции уже начали проверку. Дождь и сильный ветер задержатся в Красноярске на все выходные. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Местами ожидаются грозы и даже град. Спасатели просят жителей соблюдать правила безопасности, держаться подальше от деревьев, не подходить к оборванным проводам, но и при необходимости звонить в экстренные службы по единому номеру 112. Сегодня в Красноярске дождь льет практически без остановки. Жителям некоторых районов пришлось расхлебывать последствия. Кое-где не справились ливневки, а там, где их нет, образовались настоящие реки. Вода добралась даже до подъезда в доме на Котовского, затопила весь первый этаж. Люди рассказывают, так происходит после каждого дождя. Куда обращаться, они уже и не знают. Мне 60 лет, и я была вынуждена выходить на работу через окно с той стороны квартиры. Да, я выходила, потом дочь выходила, мы снимали, допустим, по переменке. Я сначала в резиновых сапогах вышла, туда зашла, сняла, отдала резиновые сапоги дочери. У нас в подъезде находится дыра в полу. Ее сделали жильцы специально, чтобы вода уходила из подъезда. Так как добиться машины, чтобы приехала, выкачать воду, этого невозможно. Беспредел, да и только большегрузы заполонили улицы Канска. Огромные машины прокладывают свой маршрут прямо через город, разбивают дороги и поднимают клубы пыли. Горожане устали от такого соседства, но сделать с ним они ничего не могут. Анастасия Мосина продолжит тему. Вдоль этого участка федеральной трассы жилой район. Грузовики здесь идут сплошным караваном. Правил не нарушают, но трафик такой, что дорогу перейти порой невозможно. Обочины в пыли, а на личном автомобиле из двора выезжать страшно. Они едут как хотят. То есть там разбитая дорога, один поехал по обочине, второй едет на той породии, которую можно назвать асфальтом. Ну и вот так. То есть ты на своей машине, на легковой, вряд ли их объедешь и как-то обскочишь. Тысячи фур проходят через Канск. Машины курсируют круглосуточно на восток за грузом и в обратном направлении. На этом кольце крупногабарит, чаще всего игнорируя знак, едет через город. ГИБДД приходится выставлять патруль, чтобы хоть как-то контролировать поток. Водители большегрузов недовольны, ведь их разворачивают на объездную, а там сущий ад. Да одни ямы, ямы по колено. Ездить невозможно. А дожди пройдут вообще, можно стоять. Перебор. Ничего нет, вообще даже проехать нельзя. Некоторые люди встают, колеса протыкают, я не знаю, дальше там. Беда просто какая-нибудь. Ну, машину разбиваем после рейса, делаем. А что делать? И делать действительно нечего. Строительство так называемого южного обхода дальнобои и жители Канска ждут уже порядка пяти лет. И сдачу объектов вновь перенесли. Чтобы хоть как-то снять напряженность, местные власти приступили к ремонту старой объездной. Пока дорожники отремонтировали только два с половиной километра объездной, вот здесь на улице Товарная наберет свое начало. Мы видим, что дорогу все так же отсыпают гравием. Сколько прослужит такое полотно? Вопрос. Но даже на такое исполнение потратить пришлось больше 20 миллионов рублей. Глубокие ямы строители засыпают крупным бутом. Сверху щебень плотно укатывают специальной техникой. Толщина полотна не меньше 15 сантиметров. Специалисты говорят, при должном содержании оно прослужит 2-3 года. Ну а там, возможно, готова будет и новая объездная. Боюсь, что в конце того года он не будет. Ну, там такая печаль в этом, как вы сказали. Гравицу придется нам ждать до 23-го года. Поэтому вот качество ремонта должно позволить еще два года продержаться этой дороги. Южный обход позволит фурам огибать город, совсем не заезжая в него. Но пока строители завершили лишь земляные работы и начали возводить автомобильный мост. В то время как современная дорожная развязка предполагает еще порядка 18 километров четырехполосной трассы с бетонным основанием и асфальтом. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости. Число заболевших ковидом постепенно снижается. За сутки специалисты зафиксировали 451 новый случай. Это на 5 меньше, чем накануне. Большой прирост в Норильске. Там за день диагноз подтвердился у 75 жителей. В Красноярске 94 пациента, в Лесосибирске 32, в Минусинске 20. Выздоровел 501 человек, скончались 20. Красноярец призывает отменить у нас концерт певца Моргенштерна. Мужчина заявил, что такое творчество плохо влияет на детскую психику, а в соцсетях даже разместил инструкцию, в которой подробно объяснил, как написать заявление в прокуратуру. Мария Зарукина пообщалась с автором инициативы и спросила мнение красноярцев. Я хоть и не христианин, но, я не знаю, мне кажется, один его внешний вид должен оскорблять чувства верующих по нашей стране. Именно так отец семерых детей, красноярец Вячеслав, характеризует известного музыканта Моргенштерна. Концерт Элишера Валиева, это настоящее имя певца, должен состояться в Красноярске этой осенью. В социальных сетях мужчина разместил пост, где призывают родителей не допустить, цитата, беснования артиста. Более того, он даже дал подробную инструкцию для жалобы в МВД и прокуратуру. Запрет концерта – это как символ того, что мы не согласны с таким медиапространством. Я не могу не спросить, сейчас есть мнение о том, что ваше заявление – это такой, как пиар-ход со стороны как раз-таки команды Моргенштерна. Что вы можете на это сказать? Очень интересное мнение, но это не так. 23-летний певец стал миллионером на музыке, которую многие называют скандальной. Вячеслав Богданкевич говорит, что намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить творчество артиста на пропаганду наркотиков. В начале этого лета на Моргенштерном уже вершился подобный суд. Именно тогда Алишер впервые обратился к родителям своих фанатов. Это артист, он развлекает людей, это образ, это лирический герой. Да, он об этом поет, но в жизни вряд ли он это делает. Это культура. Объясняйте это детям. Почему я должен это объяснять вашим детям? Кто-то мнение артиста разделяет, а кто-то категорически против. С вопросом, стоит ли запрещать концерт, мы обратились к самим красноярцам. Пусть приезжает, а почему нет? Почему? Ну а почему нет? Ну я как. Ну он мне плохого ничего не сделал, молодежь его любит, почему ему запрещать приезжать? Я против, конечно, насчет него. Почему? Я не хотела бы слушать его песни, как он себя олигардно ведет. Это певец. Но это не певец, это позорище какое-то. Такие запреты локальные, они не сработают. Либо вообще надо всю эту культуру отсекать, либо вообще изначально надо правильно воспитывать своих детей, чтобы потом не возникало подобных вопросов. И он как бы вообще по барабану. Хотите, запрещайте ли? Как думаете, он плохо влияет на детей? Я думаю, да, наверное. Я его не слушал, так мельком смотрел, ну ничего хорошего не могу сказать. В Красноярской прокуратуре отметили, что никаких заявлений они пока не получали. Но афиши, по их мнению, ничего доброго и светлого не несут. Заявления такие не поступали. Если они поступят, то будут рассмотрены и, соответственно, примем решение. Я сегодня из мониторинга СМИ читал о том, что какой-то отец взрослого 35-летнего ребенка пишет, что мой дитя-то собрался на этот концерт, и я вот считаю, что надо его оградить, и поэтому буду обращаться в администрацию города. Если этот вопрос не будет отрегулирован, то тогда люди в синих мундирах, конечно же, подсобят. Пиар-директор Моргенштерна заявила, что переносить выступления они не планируют, а почти все билеты уже раскуплены. Мария Зарукина, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Воздушные шары, праздничные колпаки и подарки. Дети командора Седова поздравили Роя Фрючей с днем рождения. Этим неуклюжим малышам уже 8 месяцев. Несмотря на то, что Аврора, Виктория и Ермак, именно так зовут белых медвежат, заметно подросли, сотрудники парка в Геленджике все еще кормят своих любимцев молоком из бутылочки. Характер у арктических мишек игривый. Они проверили все праздничные коробки и в волю наигрались с разноцветными шариками. И напомню, в этом году Роеву Ручью исполняется 21 год. Теплые поздравления приходят со всех уголков планеты. Желаем вашему парку процветания, вашим животным благополучия, а вашим гостям яркие впечатления. И пусть у вас все будет Роеву. На этом наш выпуск завершен. А я напомню, телефон редакции новостей 236-01-36. В студии работала Яна Макаренко. До свидания, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова